В Магадане подвели итоги голосования всероссийской акции «Великие имена России». Полтора месяца магаданцы и жители всей страны выбирали имя Колымскому аэропорту. Всего через социальные сети с помощью анкеты и звонков на горячую линию в России голосовали 5,5 миллионов человек. В Магадане в акции приняли участие 32 тысячи. На первом месте поэт-артист Владимир Высоцкий. За него проголосовали 17,5 тысяч колымчан. Это 54%. На втором – геолог Юрий Билибин. 20%. На третьем – конструктор Сергей Королев. 14%. На четвертом – первый директор Треста Дальстрой Эдуард Берзин с результатом 11%. По указу президента присвоение имен не меняет ничего в географических названиях. То есть, как был там, скажем, поселок Сокол, так он и остался, поселок Сокол. Как был аэропорт Магадан-Сокол, Сокол – международное название, так он и остается. Из этого указа следует, что вслед за этим конкурсом должно быть представление Общественной палаты Российской Федерации по тем аэропортам, которым выбрано имя. И затем это будет на рассмотрении у президента. По словам секретаря Общественной палаты Российской Федерации Валерия Фадеева, итоговые результаты дополнительно вынесут на общественное обсуждение. О его проведении станет известно на следующей неделе, после завершения голосования в оставшихся шести городах. Коммунальным платежам добавится еще одна квитанция. С 1 января следующего года оператором по вывозу бытовых отходов будет предприятие «Полигон Магаданский». Компанию-перевозчика определят в скором времени. Расчет будет производиться по системе подушевого сбора. Это значит, что количество мусора и, соответственно, плата за его вывоз и утилизацию будут рассчитывать на человека. Логистика такая. Мы несем мешок с мусором на контейнерную площадку. За эту контейнерную площадку отвечает управляющая компания, чтобы все было сложено, чтобы она фактически была. И далее цепочка пошла транспортировки на полигон. Вот эта услуга, которая оказывается транспортной организацией и утилизация на полигоне, это будет подсчитано в отдельной квитанции. На новую систему обращения с бытовыми отходами в начале января перейдут все регионы РФ в соответствии с действующим законодательством. Продолжение следует... Чаще всего кредиты под залог недвижимости оформляют для того, чтобы купить автомобиль, сделать дорогостоящий ремонт или погасить взятые ранее более дорогие займы, а также несколько займов сразу. По кредиту под залог недвижимости можно получить до 30 миллионов рублей со ставкой от 9,9% годовых. По словам представителей Банка Восточной, кредит под залог недвижимости – один из самых выгодных для потребителей кредитов. Используя заемные деньги, можно ни в чем себе не отказывать и не бояться инфляции. Четыре человека – одна общая линия судьбы. В областном краеведческом музее прошло торжественное открытие новой экспозиции из цикла «Колымские судьбы». Она рассказывает о людях, ученых и артистах, которых привезли сюда после незаконного осуждения по 58-й статье Уголовного кодекса РСФСР. Она подразумевала участие в контрреволюционной деятельности, агитацию, подозрения в шпионаже, участие в антисоветских организациях. Герои выставки – геолог Анатолий Болдырев, инженер Евгений Богданов, театральный художник Леонид Вегенер, поэт и переводчик Валентин Португалов. Представлены документы из их личных дел, касающиеся их осуждения и реабилитации, их заслуги, грамоты, фотографии и личные вещи. Отдельный стенд с театральными зарисовками Леонида Вегенера к пьесам Чехова и Островского. Здесь все они побывали на общих работах, на добыче золота, но сумели все-таки, так сказать, пройти это испытание. И впоследствии, освободившись из лагеря, они стали работать уже по вольному найму, как тогда говорили. И были у истоков, так скажем, и нашей территории, и нашей Магаданской области. Эта экспозиция – вторая из выставки «Колымские судьбы». Первая была посвящена 80-летию создания цикла, созданного в стенах Севва-Стлага, 24 прелюдии для фуги и фортепиано, композитора Всеволода Задирадского. Экспозиция будет работать до лета следующего года. В России отметили День добровольца. В связи с событием в правительстве Магаданской области прошла встреча губернатора региона с представителями волонтерских объединений Колымы. Сергей Носов поздравил собравшихся и вручил региональные премии и благодарности. Денежные вознаграждения получили волонтеры из Российского союза молодежи, волонтерского отряда «Надежда», Магаданского политехнического техникума, общественной организации «Молодежный меридиан». За развитие Колымского добровольческого движения благодарственные письма от главы территории получили представители волонтерского объединения «Чайка», Медицинского колледжа, Союза пенсионеров и Юношеской библиотеки. Есть случаи, которые требуют обязательной поддержки или помощи со стороны ближнего. Для нас, для колымчан, это, наверное, уже такая определенная историческая память. Где-то, может быть, на генном уровне. Через восприятие того, как к этому относятся старшие поколения. Поэтому я считаю, что для нас это вообще особенно. Присуще колымчанам было всегда. Сегодня в Магаданской области действует 55 молодежных добровольческих организаций и инициативных групп, объединяющих около 3000 человек. Волонтеры трудятся в больницах и социальных учреждениях, помогают найти пропавших людей, оказывают помощь в проведении крупнейших мероприятий. Новогодние пожелания обязательно сбудутся. Ведь если чудеса и случаются, то обязательно у нас. Приобрети ювелирные украшения на сумму от 5000 рублей и получи призы. Три автомобиля, 10 айфонов и 50 ювелирных украшений. Группа «Эталон» представляет. Новогодние скидки на квартиры в Петербурге и Москве от 500 тысяч рублей. Группа «Эталон». Офис продаж в Магадане. Телефон 617-300. Больше? Больше! Еще больше подарков на Новый год и Рождество. Ведь по кредиту АТБ 2000 дней без процентов. Азиатско-Тихоокеанский банк. Все удобное, просто. Горячий хлеб. Свежие салаты. Кулинария. В гипермаркете «Лето». Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. «Мастерок». Магазин правильных решений. Карла Маркса, 62. В крупную финансовую кампанию требуются консультанты по банковским продуктам. Оформление по трудовому кодексу, достойная заработная плата, гарантированный карьерный рост. По всем вопросам обращаться по телефону 8 924 851 55 00. Готовые новогодние подарки в красочной упаковке по оптовым ценам. С любовью к вашим детям. Город сладостей. Телефон 620 699. Кондитерский дом. Телефон 643 545. Все, что нужно для праздничного настроения, вы найдете в гипермаркете «Лето». Счастливого Нового Года и Рождества. Новогодние подарки здесь. Дом мебели. Выбирать легко, покупать выгодно. Тектиль и посуда. От простого до изысканного. Ковры практичные и необычные. Спортивные товары. И, конечно, мягкая и корпусная мебель. Дом мебели. Под елкой не должно быть пусто. Улица Пролетарская, 23. Разумная экономия от «Мир Антенн». Оплати абонентскую плату кабельного телевидения на год вперед и получи два месяца в подарок. «Мир Антенн». Смотри и экономь. Торговый центр «Идея». Телефон 300 100. Бытует мнение, что кухня должна выбирать женщина. Но все мы прекрасно понимаем, что за все платят мужчины. Поэтому свою кухню я выбрал сам. Я в России. Будь мужчиной. Выбери свою кухню сам. Ну все, да, кухню выбрал с белыми фасадами. Крутая. В смысле тебе белая не нравится? Да нормальная кухня, что ты начинаешь. Хотите знать, чему так радуется Николай Игоревич? Все просто. Мы снизили тарифы для его компании. Хотите радоваться так же? Просто позвоните. Телефон 300 100. «Мир Антенн». Пока все повышают, мы снижаем цены. Хаски пошел на отчаянный шаг, думая, что его никто не видит, кроме камеры мобильного репортера. Чувство голода привело к отчаянным мерам. Тем не менее, пес проявил осторожность. Спонсор рубрики «Магазин Мастерок». МТК-видео принимает сюжеты от жителей города и области. Присылайте ваши работы на номер WhatsApp 8994-250-5773. Продолжение следует...